Не успели жители города одеться теплее, как погода приготовила им сюрприз. Уже не первый день в округе держится плюсовая температура. Слякоть и моросящий дождь вынудили жители города достать резиновые сапоги. Почему в округ пришла весна и чего ждать от погоды в выходные и праздничные дни, смотрите далее. Пока в ледяном плену Печоры заперты две баржи, в Наринмаре опять непроходимое месиво и снега и воды. Из-за резкого потепления на дорогах появились лужи. Пешеходы ищут островки суши на тротуарах, автомобили с осторожностью скользят по проезжей части. И наверняка каждый из них думает, с чем это связано и как долго продержится плюсовая температура. С этим вопросом мы обратились к начальнику гидрометеорологической станции. Мы находимся в теплых воздушных массах, поэтому у нас такая теплая погода, положительные температуры воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя и характерный сильный ветер. Постепенно этот циклон будет двигаться на восток. Метеорологи не первый год наблюдают весеннюю погоду, когда зима, казалось бы, вступила в свои права. Так, в 2007 году в октябре максимальная температура достигала 5 градусов тепла. Влияние циклона сохранится до 2 ноября. Ветер постепенно будет стихать. Из-за ночного снижения температур есть вероятность образования гололедицы на дорогах. Дорожные службы борются с потеплением с помощью песка и грейдеров. Пешеходы вновь достали резиновые сапоги. Однако врачи не советуют переходить на демисезонную одежду. Есть риск простудиться. В скором времени погода войдет в привычное зимнее русло. На период распутницы сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать ряд правил. На сырой и скользкой дороге тормозной путь увеличивается. С осторожностью выбирайте скорость движения. Избегайте опасных маневров и соблюдайте дистанцию. Уже на этих выходных погода стабилизируется, но будьте готовы к любым сюрпризам. Закир Вафин, Владислав Носкин, Телеканал Север.